Жизнь означает, что ты заставляешь себя служить другим. Улыбаться, радоваться означает тоже служить. Радоваться природе, радоваться людям. Если тебе никто не радостен, если тебе ничего не хочется, значит готовься к земле. Мы с вами говорим о чувстве собственного достоинства. Это индикатор успеха и судьбы, как вы хотите считать. У чувства собственного достоинства естественное состояние это уходить на темную сторону луны. Ну то есть если, допустим, человек просто проснулся, он что думает? Ой, как тяжело, вставать не хочется, еще бы поспать. Это естественно состояние чувства собственного достоинства. Оно всегда человека тянет куда? К смерти. А чтобы жить, для этого нужно заставить себя, понимаете? Единственный способ жить, это заставить себя. А кто такие долгожители? Это которые очень сильно индуизистично и постоянно заставляют себя. Есть одна бабушка в Питере, ей 94 года. И она так долго живет за счет того, что она каждый день ходит по 3-4 километра непрерывно. Один раз она заболела. Ее положили в больницу, и она там не ходила 3-4 километра, всего 5 или 6 дней. После этого она вообще не смогла ходить, потому что такой возраст. Ну то есть она оказалась обездвиженная. Она вылечилась от этой болезни, ее привезли домой. Она начала сначала шевелить пальцами, двигать руками, ногами. Потом начала вставать, потом ходить, и потом начала ходить по 3-4 километра. Желание жить. Ну то есть она могла бы помирить спокойно уже 94 года. Нет, она хочет жить и живет дальше. Но для того, чтобы жить, надо двигаться, заставлять себя, надо чувствовать собственное достоинство, повернуть в сторону победы, перестать страдать, мучиться.